Программа сейчас переходит на новый этап развития. Если в 2010-2012 годах, первые три года, мы работали над этапом внедрения и привлечения предпринимателей, то уже начиная со второй половины 2012 года, участие в программе позволяет, тот набор заявителей, который есть в программе, позволяет отбирать наиболее эффективных. По данным мониторинга, который проводится ежедневно по участникам программы, хотела бы доложить, что средний участник дорожной карты бизнеса 2020 выглядит следующим образом. В компании в среднем работает 86 человек. Средний участник выпускает примерно 784 миллиона тенге продукции в год. То есть типичным участником ДКБ является субъект среднего предпринимательства. В среднем предприятие делает заявку в программе дорожная карта бизнеса 2020 банк второго уровня на сумму кредита 202 миллиона тенге. Производительность труда на таком предприятии составляет порядка 60 тысяч долларов США, а средняя сумма налогов, выплачиваемых в бюджет ежегодно, составляет 42,6 миллиона тенге. Финансовую именно поддержку получают в основном субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в виде юридического лица. В общем, если разделить количество действующих юридических лиц на приоритетных отраслях и вывести долю охвата программы, то на сегодняшний день 4% всех действующих юридических лиц в приоритетных секторах уже получают финансовую поддержку. Участники программы дорожная карта бизнеса только в 2012 году получили кредитов на общую сумму 321 миллиард тенге. Таким образом, анализ, проведенный на основании свода и обработки всех финансовых отчетов и налоговых деклараций участников программы дорожная карта бизнеса, о выборке участвовало 929 компаний, которые с апреля по июль прошли полный мониторинг, можно сделать вывод. Программа достигает своего экономического, социального и бюджетного эффекта. Мы сопоставили выпуск продукции участников программы за 2011-2012 год. Положительная динамика налицо. 929 участников в течение этого года увеличили выпуск продукции на 19%. Социальный эффект. В этих компаниях работает 86,1 тысяч человек. Из них 7 075 рабочих мест было создано непосредственно в 2012 году, в тот год, когда в программе начали принимать участие эти предприятия. Что радует, фонд оплаты труда данных предприятий после получения кредита и финансовой поддержки также увеличивается. Его рост оценивается на уровне 17%. Что касается бюджетного эффекта программы, то мы проанализировали по данным налоговых деклараций общую сумму налогов, которые выплачивает компания до вступления в программу и после того, как получила кредит. За 2012 год рост совокупного объема налоговых выплат предприятий и участников оценивается на уровне 31%. То есть кредитные ресурсы, которые идут на обновление основных средств, позволяют достаточно сильно увеличить объем выпуска продукции. Возвращаясь к началу доклада о выборе наиболее эффективных участников дорожной карты бизнеса, так как на сегодняшний день все акиматы и фонд ДАМУ при выборе и подписании договора субсидирования ориентируются на установленные лимиты, мы считаем, что при прочих равных условиях более эффективными для регионов являются предприятия обрабатывающей промышленности. Так, объем выпуска продукции за 2012 год наших респондентов, которых мы проверили, составил 728,3 миллиарда тенге, но при этом более половины, 52% выпуска, обеспечили именно предприятия обрабатывающей промышленности. А средняя сумма выплаченных налогов этими предприятиями в 9 раз превышает среднее значение по программе. Вначале я говорила доклад о том, что примерно 43 миллиона тенге, а предприятия обрабатывающей промышленности за этот же период в среднем выплачивают 408 миллионов тенге программы. Таким образом, учитывая, что на данный момент программа находится на новом этапе развития, где нам необходимо более концентрировано за счет имеющихся финансовых ресурсов выбирать наиболее эффективные проекты, предлагаем в ходе отбора смотреть на социальные, экономические и бюджетные эффекты, которые получают регионы от участников программы. Спасибо.